Всем привет дорогие друзья! Сегодня буду готовить очень интересный тортик нам на выходные. Этот тортик не знаю почему, но он называется Микадо, хотя на самом деле очень похож на Наполеон, только Наполеон не обычный, а карамельный. Очень вкусный и очень интересный. В разрезе смотрится очень красиво и на вкус такой как ореховый. Но приступать здесь нужно не с коржей, а будем приступать мы с вами с кремом. А для крема нам нужно смешать сахар и отвесить сюда же какао. Какао просеивать здесь не принципиально, потому что мы будем перетирать его с сахаром и комочки сами собой здесь расходятся. Принцип как и в приготовлении какао допустим или любого шоколадного крема с сахаром. И хорошенечко перемешали. Сахар у нас прекрасно как абразив перетирает крупинки все и у нас получается однородная масса. И для того чтобы у нас впредь не образовалось никаких крупинок, добавляем молоко тоже частями. Добавила я в начале где-то грамм 30, хорошенечко перемешала. И добавляю еще 100 грамм. Вы видите, вот такая вот прям черная масса получается насыщенная. Добавляю последние 100 грамм сюда, хорошенечко перемешиваю и ставлю на огонь до закипания. Тем временем, пока та смесь закипает, в другой емкости смешиваем яйцо. Добавляю сюда еще буквально грамм 20 молока. И где-то с пол столовой ложки крахмала. Крахмал у меня кукурузный, он не даст никакого ни запаха, ни привкуса. Но в принципе можно использовать и картофельный, его здесь настолько мало, что вы тоже не почувствуете. Шоколадная смесь у нас закипела. Постоянно помешивая, вводим ее тоненькой струйкой в яичную смесь. И возвращаем обратно в кастрюльку. Ставим на огонь и постоянно помешивая, варим до закипания, до образования первых пузырей. Получается вот такая вот красивая, насыщенная шоколадная масса. Это прекрасный шоколадный заварной крем. Уже у нас готов. Его теперь нужно будет остудить. Обязательно накрываем его пленочкой встык. Для того, чтобы не образовывался никакой конденсат у нас. И никакая пленочка и корочка не бралась. И отставляем его остывать. И теперь можно заняться коржами. Для коржей отвесила сразу всю муку. И теперь в эту муку добавляю хороших пол чайной ложки соды. Хорошенечко перемешали. Соду мы здесь гасить не будем, потому что у нас в составе есть сметана. Сметану и яйцо отправляю в чашу комбайна и перемешиваю. Просто смешиваю. Здесь вообще не принципиально. Сахара мы в коржи не добавляем. Растапливаю в микроволновке масло. Или просто можно использовать хорошо размягченное при комнатной температуре масло. И добавляю его тоже сюда. И теперь порциями ввожу в нашу яично-сметанную смесь муку. Когда комбайна уже станет тяжело, месить домешу руками, либо можно было прицепить крюк. Домешиваю руками. Тесто остается немножечко липковатым. Оно в холодильнике станет немного плотнее, но все же оно будет мягким. Это тесто такими должно быть. Вы видите, оно вот такое вот рыхловатое и немного липнет к рукам. Сильно мукой его забивать при этом не нужно. Оно такими должно быть. Но вымесить его в течение 3-4 минут нужно. Отправляю тесто в пакет и в холодильник минимум на полчаса, а лучше на час-два. Как раз тем временем у нас остыл крем, пока у нас коржи лежали в холодильнике, точнее наше тесто на коржи. Стал он вот таким вот густым. И теперь в этот крем нужно будет добавить сгущенку. Выкладываю сюда банку сгущенки. У кого это 380, у кого 400 грамм, здесь уже 20 грамм не принципиально. И хорошо-хорошо перемешиваем. Если нужно, обратитесь к погружному блендеру. Он это сделает за вас. Получается вот такая вот насыщенная, красивая, шоколадная такая масса, которая очень-очень вкусная. Ее уже можно использовать как какой-то крем для чего-то. Этот крем буду использовать, как в классическом рецепте указано, со сливочным маслом. Масло взбиваю до увеличения немного в объеме и посветления. Буквально минут там 5 нужно повзбивать его. И теперь порциями будем вводить шоколадную массу в масляную. Я возьму где-то практически половину этой смеси. И введу ее миксером. Остальную часть я просто вмешаю лопаткой, для того, чтобы масло у нас не расслоилось за счет большого количества другой составляющей. Так как я любитель именно хорошо пропитанных тортиков, я бы для себя, допустим, этот тортик в следующий раз делала не на масле. Потому что не люблю жирные, а люблю сочные тортики. А делала бы его либо на отвешенной сметане, либо на сливках. И взять, допустим, не 250 масла, а грамм 400 сметаны, либо сливок, отвешенной сметаны. И добавить еще, допустим, сюда столовую или две ложки сахара к сметане, когда взбивать. И тогда наш тортик лучше пропитается и будет вообще таким прям сочным-сочным, как Наполеон с заварным кремом. Это один из моих самых любимых тортиков, поэтому я в следующий раз буду делать его именно на сметане. Вот что-то мне так хочется. В общем, отдаляюсь от темы. Наше тесто полежало, стало плотнее. И теперь, подпыляя стол мукой, я его раскатываю в колбаску, которую хочу разделить на 10 частей. В принципе, можно испечь из этого количества и на 16 коржей. Тоже будет достаточно этого теста. У меня будет форма 24 см, но здесь, как и с коржами Наполеона, они немножко уменьшаются в объеме. Пекла я на 24 см, в итоге получился у меня тортик где-то 22-23 см в диаметре. Коржи уменьшаются немножечко при выпечке. Раскладываю я свои части на блюдечко, на тарелочку и прикрываю их пленкой, чтобы они не заветривались. Дальше все будет очень просто. Так как у нас и крем готов, осталось только испечь коржи. Присыпаю хорошенечко мукой. И раскатываю. Раскатываю, вы видите, сразу на тефлоновом коврике. Я от тефлоновых ковриков без ума. И этот и предыдущие все покупала на китайском сайте New Cheek. Бесподобный сайт, мне очень нравится с ним работать. И коврики там просто замечательные. Коричневые не очень, а вот такие вот черные, просто невероятные. К ним ничего не пристает. И раскатываю прямо на нем, потому что тесто мягкое. И чтобы его не переносить и не деформировалось оно, раскатываю прямо на нем. Очень тонко. Практически как на штрудель. В общем, как и на Наполеон. Довольно тонко. Вырезаю. У меня это разъемное кольцо. Можно использовать любую крышку, тарелку. Вообще не важно. Вырезайте. Могут быть и квадратные коржи. То есть здесь уже не смотрите. Вы видите, у меня на 24 я вырезала. Еще довольно большое количество. У меня осталось тесто. То есть потом из остатка можно еще там пару коржей сделать. И смотрите. Еще такой нюанс. Чтобы у вас, ваш корж после выпекания не получился вот таким вот сильно пупырчатым. Его нужно наколоть вилочкой. Берете просто, почаще, легонечко накалываете тесто вилочкой. И получается вот такое вот мелко пупырчатое тесто. Печется это тесто при температуре где-то 170-180 градусов. Минут буквально 7-8. Но смотрите. Оно просто должно начать золотиться по краям. Не обязательно оно там должно стать прям коричневого цвета. И здесь самое простое. Пока у нас печется там следующие коржи. Можно начинать сборку торта. Буквально вы даете коржу после духовки минуты 3-4 полежать. Чтобы они стали просто слегка теплые. Не горячие, а слегка теплые. И можно сразу начинать собирать. То есть буквально пока у вас печется там в духовке корж. Вы намазываете этот и раскатываете следующий. То есть очень быстро. Вы пока испекли все коржи. У вас собственный торт уже весь собран и готов. То есть мне такая именно сборка тортика очень нравится. Очень быстро. Поэтому мы крем и готовили заранее. Чтобы он у нас уже был готов к этому моменту. И хорошенечко прижимаем. Крема много не используем. Потому что рассчитываем, что у нас много коржей. Но опять же, если бы использовать допустим на сливках либо сметане. Можно сделать крема побольше. И сделать тортик посочнее. Понятно, что на масле он не пропитается. Так как на сливках или сметане. Но он по-своему вкусный. Совершенно необычный. Я бы сказала, иногда попадаются хрустяшки. Такие похожи очень как будто с ореховым вкусом. Не забывайте поставить тортик под пресс. У меня здесь пресс где-то 2,5 килограмма. Вода у меня здесь набранная. Где-то на полчаса-час. Для того, чтобы тортик у вас присел. И потом намазываем уже верхний корж. Можно его как-то украсить так, как вам нужно. Отправляем его в холодильник минимум на 4 часа. А лучше всего на ночь. И получается очень вкусный, очень ореховый и интересный вид Наполеона. Мне такой очень нравится. Не забывайте поставить, конечно же, палец вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.